Вполне ординарным для России, но знаменательным и исключительно редким для Кыргызстана событием стало освещение здания редакции Медиа-центра «Россия», которая сегодня ведет свою деятельность в республике. Благодать и благословение Господне в трудах на информационной ниве на сотрудников российского СМИ призвал епископ Бишкекский и Кыргызстанский Феодосий. Подробности в репортаже наших коллег из студии «Фавор». Медиа-центр «Россия» в городе Бишкек, столице Кыргызии, был открыт в 2011 году при содействии Управления президента России по международным и культурным связям с зарубежными странами. Сегодня Медиа-центр является издателем Центрально-Азиатского информационного еженедельника «Ньюс Азия» и российской еженедельной газеты «Аргументы и факты Кыргызстана». Также на базе Медиа-центра России работает представительство Международного информационного агентства «Ньюс Азия» и Российское информационное агентство «Новый регион Азия». Несмотря на серьезную поддержку со стороны России и взаимопонимание с местными властями, жить российским СМИ в Кыргызстане достаточно сложно. Сужается аудитория, русскоговорящих граждан в Кыргызстане становится с каждым годом меньше. Есть и сложности административного характера, есть и сторонники, которые считают, что российских СМИ должно быть в Кыргызстане меньше, должно быть больше национальных СМИ. Идея осветить здание редакции и заручиться духовной и молитвенной поддержкой Православной Церкви в Медиа-центре родилась сама собой. Зная всю глубину ответственности за несомое людям слово, епископ Бишкевский Кыргызстанский Феодосий решил лично совершить чин освящения здания и побеседовать с сотрудниками. Вместе с Владыкой Феодосием на торжественные события своих коллег приехали и представители епархиального информационного отдела. В Церкви задача такая же – просвещать людей Словом Божиим, просвещать людей добрым Словом. И вот поэтому у нас есть много общего с Медиа-центром России. Поэтому я с удовольствием сюда приехал и принял предложение осветить это здание. Я рад, что наши люди, люди, которые пытаются довести хорошую информацию для людей, они хотят именно осветить эту информацию благодатью Божией. Потому что, ну что может человек без Бога? И дай Бог, чтобы Господь процветал и действовал здесь, в этом Медиа-центре, и через всех сотрудников этого центра так действовал на народ Кыргызстана, на народ России, на народ всего мира, чтобы все люди менялись к лучшему. Юрий Копытин является журналистом Медиа-центра России и чаще всего пишет материалы о криминальных происшествиях, о деятельности силовых структур. В последнее время его заинтересовала жизнь Русской Православной Церкви в Кыргызстане. За последнее время запомнилось то, что стали больше проводиться культурных мероприятий, каких-то массовых мероприятий, знакомящих население Кыргызстана, общество с Русской Православной Церковью. Потому что, допустим, 10 лет назад или еще 5 лет назад такой работы практически не проводилось активной. То есть все мы знали о существовании Русской Православной Церкви, люди верующие в нее ходили, но общество в массе своей не знало, как обстоят дела с верой. То есть не было такого ознакомления, какой есть сейчас в данный момент. Освещение Медиа-центра России принесло не только радостное, благодатное состояние, но и сразу же настроило на деловой лад. Появились идеи новых, совместных с Бишкерской епархией, проектов, планов и встреч. Подавляющее большинство нашей редакции – это люди верующие, люди, относящиеся к Православной Церкви. Поэтому, конечно, все это восприняно как очень большое событие не только в жизни редакции, но и в каждой своей жизни. Православие в Кыргызстане – это одна из старейших религий, имеющая огромное количество поклонников. И, безусловно, ее нужно поддерживать информационно. Уже в самом ближайшем времени Медиа-центр России совместно с Бишкерской епархией запланировали провести в рамках пасхальных международных чтений медиамост между Россией и Кыргызстаном. Юлия Фарпштейн, Николай Патриасов, Бишкерской епархии, студия «Фавор».